Мы рады вас приветствовать на канале WBC Media, и сегодня в эфире снова передача корпоративные университеты. В рамках этой передачи мы приглашаем в качестве спикеров и чар-директоров руководителей корпоративных университетов, которые делятся с нами передовыми технологиями и проектами в области обучения и развития. Сегодня у нас в гостях Роман Чураевский, ректор корпоративного университета компании Норникель. Роман, добрый день. Здравствуйте, коллеги. Роман, сейчас такое время, когда лидеры и команды — это, наверное, вот такие главные двигатели бизнеса. Мы понимаем, что от их решений, от того, во что они верят, какими качествами они обладают, правда во многом зависит, насколько компания будет успешной. Расскажите, пожалуйста, про ваши подходы в работе, обучении лидеров. Я знаю, вы много времени и внимания этому уделяете. Хороший вопрос. Спасибо. Действительно, лидеры, вообще руководитель в нашей концепции — это ролевая модель. И, конечно, они, развивая лидеров, мы не просто работаем на их прокачку, да, на то, чтобы они соответствовали там своим занимаемым должностям. Мы, конечно, понимаем, что для нас это амбассадоры и агенты влияния на всю организацию. Мы ни в коем случае не питаем иллюзией, что корпоративный университет может дотянуться до каждого из 90 тысяч сотрудников компании «Новникель». Это невозможно. И здесь для нас агенты влияния, амбассадоры, ролевые модели — это руководители. Конечно, мы в них инвестируем много и готовим к тому, чтобы они с этой ролью могли справляться. А если в целом поговорить про наш подход к обучению, то здесь мы идем по пути объединения. Мы понимаем, что нельзя разделять профессиональное обучение и лидерское обучение. Должно работать вместе — это такая комплексная подготовка на всех уровнях. А за счет чего это можно сделать? Ну, первый, номер один ключевой элемент, как я уже сказал, это руководитель. Второе — это, как бы это пафосно не звучало, это культура обучения. Ну и третье, конечно, среда. Мы должны создать образовательную среду. И здесь вот это очень тривиальный вопрос, потому что образовательная среда — это и те пространства, наши кампусы, в которых мы обучаем, и диджитал-среда, в которой мы можем учиться дистанционно и виртуально. Ну и, конечно же, тренажерная база. У нас есть уникальные объекты для подготовки наших сотрудников. У нас есть подземная шахта, ангидрид, которая является учебным объектом, полностью выведенной эксплуатацией, и там работают реальные машины. Как тренажеры. Да, реальные бурильные машины, и там полностью проходит процесс обучения. Там был ощущение, просто не вероятно. Экскурсии бывают, попасть туда можно? Экскурсии бывают. Этот объект, кстати, включен в перечень. Да, я тоже записываюсь. Да, в Норильске в перечень промышленного туризма. Мы находимся в экскурсионном маршруте, и, в общем-то, это является таким изюминкой всего этого маршрута. Поэтому welcome, когда будете в Норильске, обязательно организуем вот такую экскурсию. Это стоит, чтобы это увидеть. Класс. Роман, 21-й год был веселым, 22-й год еще интереснее. И я, как тренер, в конце прошлого года за два месяца провел шесть тренингов на тему выгорания. Как у вас с выгоранием в команде? Бывает ли у сотрудников выгорания? Что вы с этим делаете? Это тяжелый момент, правда. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю, здесь, может быть, нам как обученцам это, конечно, помогает. Тот факт, что все происходящее вокруг нас сейчас говорит о том, что это не рассосется. Но это норма. Уже пора бы как бы смириться и сказать, что да, действительно, обнуление смыслов происходит не раз в год. Мы там, забегая на новый финансовый цикл, а это происходит, ну, в лучшем случае, раз в месяц. А кто-то даже экспертов, я слышал, сказал, что теперь это практически раз в неделю происходит. Постоянно какая-то такая инфосреда вбрасывает новый контекст, который, ну, как очень большое количество задач и вопросов переворачивается с ног на голову. И здесь, действительно, это требует проработки. И текущие кризисы – это кризис лидеров, потому что они, в общем-то, принимают это туда, в первую очередь, на себя. И здесь, конечно, ну, для таких компаний, как Норникель, это действительно вызов, потому что в нашей культуре руководитель – это человек, который задает определенные образы стандарт, правила, установки. И в нашей культуре, конечно, в текущих обстоятельствах работать непросто. Поэтому мы работаем с нашими лидерами, ну, прокачивая у них совершенно другие навыки. Мы понимаем, что их роль сейчас трансформировалась. Помимо того, что они должны научиться новым вещам, они еще и должны взять на себя роль интеграторов и коммуникаторов, и они должны взять на себя роль талант-менеджеров, потому что удержание людей, удержание талантов внутри организации – сегодня это задача руководителя, а не HR. Ну, а коммуникационную повестку вообще трудно переоценить, потому что то, на какие темы приходится разговаривать лидерам сегодня, в общем-то, это для них действительно, правда, очень сложный вызов. И мы можем им помочь только через, ну, помочь им навыками, подготовкой. Мы не можем встать и сделать это за них, потому что мы понимаем, что уровень доверия как руководителя, он в разы выше, он каждую минуту, ну, при таком цикле изменений, практически еженедельном, только руководитель может еженедельно находиться рядом со своим сотрудником и эту задачу коммуникационную в том числе закрывать. А что вот в этом процессе вам дается, ну, скажем, сложнее всего? Потому что мы знаем, что самое сложное – это менять вот мировоззрение людей, да, и когда идет речь о том, что разные предприятия, разные города, возраста культуры, но вы хотите, да, чтобы они вот были вот этой ролевой моделью, какой-то единой модели лидерства придерживались. Вот что в этом дается, может быть, сложнее всего? Ну, во все наши программы мы закладываем, ну, как такие, мы это называем, три кита. Это образ мышления, навыки и среда. Ну, по средой мы подразумеваем взаимодействие. Нам очень важно, чтобы наши лидеры начали, научились кросс-функционально решать задачи на всех уровнях. И это первый челлендж, а второй челлендж – это такая легализация незнания. Научить наших руководителей снимать погоны, приходить, садиться в руководство. То есть можно не знать, можно ошибаться и можно это признавать. Да. Круто. Потому что мы видим сейчас, и это, в общем-то, подтверждено практикой, почему это кризис лидеров, потому что лидеры пытаются продолжить жить в парадигме «я все знаю, я все умею, я держу в голове стратегию, определяю повестку, приоритеты». И, в общем-то, я единственный здесь, тот помазание Божий, который все видит и ведет организацию в нужном направлении. Но сегодня есть масса задач, в которых это не работает. И очень важно, чтобы лидер имел возможность прийти в команду, сказать, «Слушайте, ребят, я не знаю, давайте совместно включить потенциал команды и решить, искать решения совместно со своей командой». Это совершенно другой навык, это совершенно другой waste of working, абсолютно другой. И понятно, что предыдущая вся история норникеля позволяла действовать в другой парадигме. И сейчас мы, в общем-то, встречаем этот вызов и готовимся решать задачи иначе. И у нас неплохо получается на мысли. То есть руководители готовы, да, принимать это? Вот я говорю, то есть если я приду, я руководитель, я приду и скажу... Никак. Все, я закончился. Гипс снимают, клиент уходит. Меня не уволят? Ну, это же вопрос не того. Главное, чтобы вас не уволила команда. Да, если это сделано искренне, и если это не игра в поддавки, если это действительно искреннее желание найти решение совместно со своей командой, то команда не то что не уволит. Команда, в общем-то, здесь приращивает и вовлеченность, и лояльность, и уважение к своему руководителю за то, что он имеет смелость вообще в таких вещах признаваться. И поэтому здесь, мне кажется, риски-то минимальные. Здесь вопрос в том, что нужно просто пойти непривычной дорожкой, да, и наступить на свой опыт, на успешный опыт. Когда мы говорим про лидеров, мы же подразумеваем, что перед нами успешные люди, и весь их опыт и вся история их развития состоит из тех успешных практик, которые они применяли. А сегодня мы им говорим, забудь, девальвируй свой собственный опыт и, в общем-то, отрекиси от него. Это сложно. Ну да, мы же советские дети, и страх ошибки, он просто зашит у всех. Конечно. То есть Акела промахнулся, это можно, да? Нам бы так хотелось. Нам бы так хотелось. Конечно, это не происходит мгновенно. Мы понимаем, здесь несколько факторов объединены. Во-первых, мы эволюционно как бизнес подошли к тому, что, в общем-то, мы должны переходим сейчас от культуры порядка, больше к культуре достижений, к культуре результата. Внешняя вся среда, другой формат руководителей. То есть это вещи постепенные, здесь никаких революций не нужно делать. В общем-то, мы идём эволюционным путём, и я уверен, что, в общем-то, внешний контекст нам не даст возможности свернуть с этой дорожки. И мы её, в общем-то, продолжим. Круто. Мы вот в кулуарах начали обсуждать, что образ, то, как, скажем, люди в общем и целом представляют себе сотрудника рядового где-то в шахте, и то, как оно на самом деле сильно отличается. То есть у вас там куча технологий, то есть это изменение инновации. Насколько легко и быстро они приживаются? Насколько те люди, которые в отрасли давно, умеют следовать этому новому веянию и перестроиться под те инструменты, которые есть сейчас? Ну, было бы неправда, если бы я сказал, что легко. Конечно, нелегко. И, конечно, мы, как вся отрасль в целом, как все отрасли, в принципе, весь рынок в целом, проживаем такой большой этап, большую веху в развитии под названием цифровизация. Но здесь давайте будем честными. Нам сначала нужно пережить большому количеству компаний на рынке этап автоматизации, а уж потом перейти к цифровизации. Мы, кстати, даже этот принцип заложили в нашу стратегию обучения. Мы планируем подготовить организацию к тому, чтобы перейти на экосистемный подход. Но для этого нам нужна цифровизация. Для начала нужно пройти все подготовительные этапы. Вот сейчас у нас стратегия обучения трехлетняя, это стратегия переходного периода. Поэтому здесь, в общем-то, быстро это не происходит. Технологии входят... Если технология рабочая, если технология эффективная, она реально помогает двигать бизнес, она очень быстро приживается. Вот есть пример. Ну, прям такой. Давайте два примера. Во-первых, я сейчас, наверное, удивлю всех зрителей, сказав о том, что у нас есть технология безлюдного рудника, действующая, встроенная в рабочий процесс. И бурильной машиной управляет девушка, хрупкая, с поверхности на симуляторе. На не симуляторе, а на манипуляторе. И там никого нет. И там никого нет, кроме машины. Кроме машины, да. И, конечно, тут отпадает масса вопросов в связи с тем, что открывается больше возможностей по привлечению, нет никаких ограничений. Это может быть и мужчина, и женщина. Это может быть практически любого физического состояния. Даже, мне кажется, сейчас, может быть, акрамолу какую-то скажу, но, мне кажется, может быть, даже люди с ограниченными физическими возможностями вполне себе могли бы, да. То есть это очень перспективно. Во-вторых, отпадают все вопросы, связанные с безопасностью. Мы понимаем, что добывающая промышленность – это высокий риск. Шахты – это объект повышенной опасности. В общем-то, тут мы никого не удивим. Поэтому, если технология дает вот прям такой эффект, она быстро приживается. И вот второй пример, который я хотел привести, это, например, всяко разные дэшборды и такие цифровые технологии, которые помогают руководителям принимать решения. Вот у нас есть уже внедренный проект. Это, ну, казалось бы, банальная вещь, но сегодня наши руководители могут в режиме реального времени перед началом смены видеть, какое количество будет невыходов и какое количество у них есть на дэшборде, на мониторе в режиме реального времени. У нас есть помощник виртуальный под названием НИКа. И любой сотрудник может там зайти и написать, там, я сегодня не выхожу на работу и причину. И это мгновенно обрабатывается, и руководитель быстро принимает решение. Он видит, какой у него есть бэкап для того, чтобы это быстро заменить. Вот такая технология. Вы представляете, что нужно было делать в предыдущие периоды времени, когда сотрудник не явился на работу. Это факт. В больничном месте он не обязан уведомлять. Это пошли звонки, сборы ИЧАРов, где люди, смена не укомплектована. В общем, это бесконечный просто процесс, в котором потери эффективности происходят колоссально. Естественно, когда ИЧАР, увидев эту задачу, предложил такую технологию, она быстро влетела. Сейчас за полгода стала нормой для наших руководителей. И мы пошли в этом дальше. У нас есть экспериментальный проект. Мы учим искусственный интеллект подбирать людей в команду. О, это интересно. У нас есть такой проект. Мы дали искусственному интеллекту информацию о браках на производстве, для того, чтобы он попытался из этого строить какие-то вероятности. И вот мы сейчас его обучаем. То есть логика такая. Мы загружаем месяц факта. Машина выстраивает прогноз на следующий месяц. Мы загружаем следующий месяц факта. То есть мы обучаем, берем данные за предыдущие два года и учим машину определять. В конечном итоге машина должна нам показывать те команды, в которых вероятность брака максимальна. То есть руководитель будет видеть на мониторе, в какой команде сегодня у него есть повышенный риск брака или низкой производительности. И он уже может работать точечно. Вот такие технологии. Сотрудники в HR-департаменте не боятся работу потерять? После такой автоматизации. Да, после такой автоматизации. Потому что все ведь к этому идет. Все к этому идет, но искусственный интеллект тоже надо обучать. Как всегда, за такой автоматизацией или цифровизацией идет очень большая работа, которая остается за кадром. Да, вот озера данных, которые нужно собирать, которые нужно очень качественно эти данные заносить в системы, это все еще остается человеческой задачей. Ну и к тому же не только этим же, не только хлебом едим. С страшилки, что нас заменят роботы, вы не верите. Ну численность вичаря, и так сейчас по секрету скажу, она только растет от года, мне кажется, во всех организациях. Хотя мы сколько говорим о том, что все профессии умрут, и мы все останемся без работы, а работа только добавляется. Да. Ну потому что уровень сервиса и уровень поддержки, который мы сегодня как функция предлагаем бизнесу, он не сопоставим с тем, что мы видели там 2, 3, 5, 10 лет назад. Поэтому, а чем больше качественного сервиса, тем больше под это нужны ресурсы. Поэтому, в общем-то, здесь я бы рисков не видел, я бы, наоборот, в этом видел возможности. Если посмотреть на HR-функцию в целом, это уникальное место. Я как HR, в общем-то, такой до мозга костей, могу вам сказать, что это уникальное место для построения карьеры. По большому счету, ты можешь найти себе работу на любой вкус и цвет, начиная от аналитика, либо дела производителя и заканчивая стратегом и бизнес-партнером. Внутри бесконечное количество центров экспертиз, в котором ты можешь найти себе работу по душе. Ну вот как раз про построение карьеры мы и поговорим во второй части. А пока, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Не переключайтесь. Добрый день, друзья! С вами снова канал WBC Media и наша программа «Корпоративный университет». С нами в эфире Роман Чураевский. Ром, мы перед перерывом начали говорить про карьеру. И ты сказал, что ты HR до мозга костей, в принципе, всегда эту историю любил. Но расскажи, как эта любовь пришла или как ты понял, что это именно твое, и как ты, в общем-то, строил карьеру в этом направлении? Да, и дай пару советов людям, и если вспомнишь какой-нибудь совет или рекомендация твоего наставника, который повлиял на твою жизнь, тоже поделись. Вот я всегда категорически против карьерных историй. Знаете, почему? Почему? Потому что, когда человек пытается рассказать карьерную историю, он рассказывает о своих победах. Вот здесь он рассказывает, вот он был никем, стал всем. А на самом деле все самое интересное происходит между... Ошибковыжившего, выжившего. Да, между вот этими двумя точками, между там какими-то этапами и назначениями. Это всегда остается за кадром, но там основная соль, там самое интересное с точки зрения того, что можно взять для себя полезного для построения карьеры. Вообще я как-то... Давайте так, я начну с образования. У меня физико-математическое образование. Ах, уже интересно. А вторая специальность – это психология. Так. Ну, то есть практически акушерка водолаз. И в аспирантуре я учился на тени социальной и политической психологии. Как-то вот начав обучение на физико-математическом факультете, я как-то понял, что что-то, наверное, это не мое. Я, конечно, талантлив, талантливый человек, талантлив во всем, но как-то потянуло меня. И, конечно, роль человека в этом была. Меня заразил научный руководитель вообще темой психологии, вообще темой развития людей, человеческого потенциала. В общем, я этим заболел еще на студенческой скамье. А дальше была такая очень призрачная мечта стать бизнес-тренером. Была такая мечта. Но в те далекие времена, когда, в общем-то, я выходил на рынок труда, был некий стереотип вокруг этого, что бизнес-тренер – это, во-первых, человек, умудренный опытом в бизнесе обязательно, и у него есть ученая степень. Поэтому, в общем-то, я как прилежный ученик. Не подходил подлом. Нет, я как прилежный ученик. Поступил в аспирантуру и пошел работать в бизнес. Да, и в бизнесе, в общем-то, там много чего пришлось поделать. Я был и руководителем отдела продаж, и руководителем отдела потребкредитования. Выстраивался к разным партнерским взаимоотношениям, и с банками, и с операторами сотовой связи, с кем только не работал. Кстати, в Евросети удалось поработать, в тот момент, когда она только-только раскручилась, и была-то просто на такой вершине хайпа, мне кажется, на пике. Поэтому такое понимание того, что я приду в HR, у меня появилось не сразу. Кстати, моя первая работа после вуза была связана с HR. Я думал, что это временная история, заработать денег. Но в итоге, после всех этих бизнесовых моих опытов, все-таки я попал в тренерство. Слава богу, попал в хорошую международную компанию, прошел стажировку в Прайге. В общем, все, что я умею как модератор, как фасилитатор, как тренер, меня научили там. Ну и вот после этого, в общем-то, был достаточно большой путь в тренерстве, и как тренер, и как руководитель. И потом начал развиваться институт бизнес-партнерства в России. Помните, тоже такая была тема. Как это, когда я спрашивал своего HR-директора, первого, под которым работал бизнес-партнер, я говорю, скажи мне, кто такой бизнес-партнер? Ну, это человек, который дорого стоит, и непонятно, чем занимается, в общем-то. Хорошая характеристика. Да. Но это правда, потому что на старте вообще всего такого бизнес-партнерского вот этого функционала и подхода, таким образом, к ведению HR, действительно, это среда, в которой было не очень много ответов, как это должно происходить. Но это было уникально, потому что для меня, потому что я мог расти вместе с этой ролью на рынке, и мне не надо было соответствовать всем тем миллионам критерий, которые сегодня предъявляют бизнес-партнерам. Да. Я мог себе позволить расти вместе с ролью. Ну, и так, в общем-то, получилось, что мой опыт достаточно долгий в обучении, он превратился в опыт бизнес-партнерства, который я тут 6 лет провел, и там, можно сказать, дослужился до старшего бизнес-партнера. И после этого опять судьба меня привела в обучение. Как раз-таки опять переломился тренд на рынке, и компаниям понадобились обученцы, которые вообще-таки представители центров экспертиз, которые знают, как работает бизнес, которые понимают не только специфику и содержание своей сферы, но и понимают, на каком языке с бизнесом разговаривать, и что им нужно. Такой перенести элемент бизнес-партнерства во все экспертные функции. Ну, а так как у меня был опыт в обучении в тренерстве и опыт в бизнес-партнере, ну, почему бы из этого человека и не сделать хеда ЛНД-функции, в общем-то, в крупной международной компании. Вот так, в общем-то, я вернулся обратно в обучение. Сам для себя не ожидал, насколько меня это обрадовало, потому что мне казалось, что я как-то уже в бизнес-партнерстве должен был закрепиться. Ну, и после этого я уже принял окончательное решение из обучения никогда не сворачивать и себя не придавать. То есть это прям любовь навеки. Круто. Да, да. И, ну вот, все говорят, да, что, в принципе, найди дело, которое любишь, и ни дня не будешь работать. Вот насколько это для тебя правда, что ты живешь этим делом, или все-таки вот work-life balance, он есть, и оно... И бывает ли у тебя выгорание? Мы поговорили про сотрудников. Да, тоже интересно. Вот у тебя бывает выгорание? И что ты с этим делаешь? Слушайте, я вот сейчас хотел, чтобы от экрана отошли мои работодатели, руководители, и мои же женщины, и дети. Да, коллеги из Норникеля просьба покинуть зал. Потому что я сейчас скажу крамольные вещи, потому что я правда получаю удовольствие от работы, и я, ну, и, мягко говоря, кайфую. Ну, понятно, что есть сложности, но здесь, как вот мы сейчас разговаривали про карьеру, поделись. Ну, как бы здесь советовать абсолютно бесполезно, потому что нужно идти за собой, слышать себя, понимать, что тебе интересно, и себя, правда, не предавать. Потому что все вот эти такие компромиссы с самим собой, они нам стоят здоровья, карьеры, в общем-то, там, какое-то равновесие, и, может быть, счастье, в конечном счете, как бы это пафосно не звучало. Поэтому для меня тема баланса такая же провокационная и мною непринимаемая, как и тема с карьерными историями. Потому что, на мой взгляд, баланса не существует, тем более, там, мы занимаемся интеллектуальным трудом, решаем когнитивные задачки. Ну, как бы там, в моей голове нет тумблера, который можно выключить, да, там, в 18.00 включить, там, в 9.00 следующего дня. Так не бывает. И, конечно, ты крутишь ментальную задачу круглосуточной, иногда бесполезно. Иногда даже во сне. Иногда даже во сне. А иногда тебе даже, ты даже просыпаешься с утра и говоришь, я понял, я знаю, да. Поэтому баланса здесь нет. Вопрос в том, что, конечно, нужно выполнять свои социальные роли. Я папа двух прекрасных дочек. И я понимаю, что это для меня источник вдохновения, и для меня дополнительный ресурс. И я совершенно спокойно, без выгрузения совести, могу остановиться в какой-то момент, не доделав даже какую-то задачу, переключиться, потом вернуться абсолютно наполненным ресурсом и продолжить, в общем-то, делать, невзирая на то, сколько сейчас времени, там, ночь, день, раннее утро, или уже настал следующий день, это абсолютно не имеет никакого значения. Поэтому это крайне важно, делать то, что ты любишь. Как папа двух дочек, чему учишь дочек? Вообще проблема в том, что я их учу. На мой взгляд, это огромная проблема для папы, потому что было бы... Ну, как-то подружки рассказывали, что правильнее не учить. Но я, к сожалению, не могу. И я учу вот именно тем же вещам. Они на меня, конечно, смотрят и пытаются там делать какие-то выводы, потому что так случается, что наши дети видят нас уже, ну, в каком-то уже таком достаточно зрелом цикле. Они видят такую успешную картинку. Я всегда пытаюсь возвращать к реальности, дабы не создавалось этой иллюзии, что там я завтра тоже стану крупным руководителем. Причем сразу же. Сразу же, конечно же. Плюс социальные сети эту картинку еще подпитывают, и у них может быть вот это искажение. Да. И я, в общем-то, как раз-таки пытаюсь такой пропагандистом работать. Ну, не про то, что как трудно было мне, и вы должны тоже все страдать. Я у вас еще годы. Да-да-да. Не про это. Хотя иногда меня тоже заносят. Но я в парадигме живу искренне, что человек должен быть счастливым, и нужно получать удовольствие, максимум выжимать с того, что у тебя есть. Но то, что нужно в себя вкладываться, это во-первых. Во-вторых, себя слышать, вот это я пытаюсь своим детям донести. Мне, кстати, кажется, это идеальный подход, который и в корпорации может работать, когда ты помогаешь, собственно, людям внутри компании, особенно где большое количество возможностей, найти именно то, что будет помогать ему раскрывать свои таланты на пользу бизнеса в том числе. Абсолютно. И вот когда я говорю про развитие культуры обучения, это как раз-таки такой нормальный взрослый разговор с целевой аудиторией. Это не про то, что вы должны соответствовать стандартам, вы должны соответствовать корпоративным моделям компетенций. Это про то, что обучение и развитие – это норма. И если ты хочешь заниматься тем, что тебе нравится, если ты хочешь реализовываться, мы тебе готовы предоставить возможности для этого. Поэтому это действительно вопрос непростой. К сожалению, наверное, невозможно вставить чип или там… Пока. Да, пока в голову сотрудникам и закачать туда всю нужную информацию. Нам приходится создавать среду и формировать культуру, в которой обучение является и инструментом достижения результата, и способом самореализации, вообще становится нормой и не воспринимается как нечто такое какое-то… Либо как праздник, либо как какая-то обязанность с эффектом парты и со всеми вытекающими последствиями. Какую книгу сейчас читаешь и почему? Если говорить про обучение. Ну да, кстати, чему сам вообще в целом учишься. Это интересно. Мы про сотрудников говорим, а вот… Я не знаю, там сейчас это… Меня бросило в художественную литературу. Это прекрасно. Как-то заболел Руссо, американский автор. Это Empire Falls. Ну и такая нашумевшая его книга с таким сгусем на обложке, если видели. Это прям такая, ну, такая хайповая штука. Но меня сейчас отбросило от нон-фикшена. Видимо, я в какой-то момент его переел. Это во-первых. Во-вторых, видимо, это совпало с таким… с кризисом среднего возраста. И мне как-то хочется больше сейчас в себя проразбираться, там, про человеческие эмоции. Поэтому меня сейчас бросило больше в художественную литературу. Ну, это временно, потому что на моей книжной полке сейчас уже гора, наверное, книг из девяти нон-фикшен. То есть они мне нравятся. Я пока глазами их хочу. Я их набираю-набираю. Они ждут своего часа. Сейчас я вот со всей художкой расправдаюсь и, наверное, опять брошусь в нон-фикшен. Кроме книг, какие еще, не знаю, методы, способы обучения используешься? Абсолютно. Я из тех людей, которым можно палец показать и буду рефлексировать. Поэтому я, кстати, это и пытаюсь продвигать в нашей организации, что вообще потенциал к развитию есть во многих вещах. Вот мы сейчас с вами дискутируем, там, взаимоопыляемся, обогащаемся. Это тоже элемент развития. И просматривая даже не самого высокого качества фильм, можно найти потенциал к развитию. Общаясь там не в самом, казалось бы, подходящем месте, и, может быть, даже не с самыми нужными людьми. Я тут вот недавно услышал такой лайфхак, что, оказывается, нужно разговаривать с таксистами. Потому что это люди, которые такие интеграторы, собиратели очень разных информационных потоков. И это очень полезно. Я попробовал, и это просто какая-то открылась новая вселенная. Поэтому я как бы здесь всех призываю, как человек из обучения, не воспринимать обучение как только такой традиционный способ, да, учиться за партой, либо проходить какие-то электронные курсы, потреблять какой-то образовательный контент, который формально назван образовательным. Мы потребляем огромное количество контента ежедневно. Вопрос не о том, чему нас учат, вопрос о чем мы рефлексируем. Что в нас попадает, вызывает эмоции и заставляет нас остановиться, задуматься, вернуться как-то прожить. И вот задача подобрать ключ. Моя задача, как человек, отвечающий за обучение, подобрать ключ к сотрудникам в организации. А задача каждого, наверное, понять это про себя и не заниматься насилием. Но если вам не заходят книги, ну, кто вам сказал, что, в общем-то, вы должны этим заниматься? Ну, отложите вы в сторону. Я вот полгода вообще не читал, не мог себе найти ответ на вопрос, зачем. Потом понял, у меня была адаптация к новой роли. У меня ментально не было пространства ментального для того, чтобы впихнуть еще что-то в свою голову. И слава богу, и не надо испытывать угрызение совести по этому поводу. Вы успеете прочитать эти книги. Так тоже можно, да? Так тоже можно, да. Круто. Можно полгода не читать, представляете? Это говорит ректор по обучению. Да, между прочим. Золотые слова. Ну, Роман, судя по всему, за гибкость. Во многих вопросах нет ворк-лайф-баланс, есть просто жизнь, в которой все вплетено. Ты выглядишь действительно как такой достаточно гармоничный, честный с собой человек. Может быть, какими-то все-таки, не знаю, лайфхаками или, наоборот, граблями, на которые пришлось наступить, чтобы дойти до такого состояния, поделишься для всех зрителей. Одни грабли и один лайфхак. Да, давай так. Ну, по поводу, давайте по поводу, наверное, про грабли. Это я склонен к рефлексии, я всегда ищу второе дно, а когда его нахожу, я продолжаю пробивать и искать третье. Я большое количество ресурсов трачу на рефлексию. Меня это большое количество раз в жизни выручало очень сильно, потому что, ну, работая в HR, реализуя очень сложные кросс-функциональные проекты, это важно. Уметь засомневаться, зацепиться, услышать что-то из контекста и попытаться там это покрутить со всех сторон и митигировать все риски. Но в какие-то моменты я понимаю, что это затрачивает большое количество моего ресурса. Я трачу энергию на эту рефлексию там, где, в общем-то, может быть, этого не стоило делать. Поэтому вот здесь опять-таки про меру, осознанность хорошо, рефлексия хорошо, но все-таки умеете там оттормаживаться и останавливаться, да, насколько это возможно. Иногда довериться ситуации, поверить людям. Мне вообще как-то кажется, что вот это... Я когда говорил про лояльность к системе, я вообще под системой подразумеваю все вот это мироустройство. И если, в общем-то, к нему относиться, не как к врожденной среде, а как к среде с возможностями, оно как-то возвращается. Даже когда в моменте это выглядит как какая-то ситуация, ну, с потерей преимущества, да, то есть с какими-то потерями, это всегда возвращается. Ну, не знаю, по крайней мере, может быть, я просто фартовый. Мне всегда возвращалось. Последний вопрос. Если решишь писать книгу, как она будет называться? Вот мне интересно, это заготовленный вопрос или это вот сейчас экстром? Потому что мне очень часто говорят о том, что мне нужно написать книгу. И мой руководитель текущий даже подарил мне книгу о том, как писать книгу. Прикольно. Я сейчас ее читаю. И по поводу названия я еще не думал, но... О чем бы она была тогда? О жизни. Я думаю, что она будет о жизни с таким, с небольшим легким налетом что-нибудь такого околоуправленческого, около менеджмента. Но по большому счету это все про жизнь. Потому что если говорить про лидерство, про жизнь в какой-то системе, в организации, на позиции, в которой от тебя зависит жизнь других людей, это разговор про жизнь. Это разговор не про инструменты, не про методы. Это разговор про то, как организовать жизнь со своей командой, со своей организацией, со своими коллегами таким образом, чтобы умудряться совместно выдавать какой-то конечный продукт. Ведь это только так работает. Если не добавить в этот процесс любви, то, в общем-то, и продукт, как правило, не получается. Поэтому вот, я думаю, сейчас я сам в процессе рассуждения пришел, эта книга будет про любовь. Класс. Класс. Ну что, друзья, на этой позитивной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. И с вами был канал WBC Media и программа Корпоративные университеты. Смотрите наши новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok